Тюменская арена 33-летний нападающий перешел из Махачкалинского Анжи в Оренбург. Тюмень же в последние часы трансферного окна не стала ждать с моря погоды, подписав контракты с двумя новобранцами. В стан черно-белых перебрался игрок атаки Никита Саламатов. Ему 23 года, рост 172 сантиметра. Профессиональную карьеру начинал в системе московского локомотива. После играл в Химках, Подольском Витязе, а затем попал в систему Зенита. Первую часть прошлого сезона Никита провел за фарм-клуб питерцев, дважды сыграв против Тюмени в первенстве ФНЛ. Команда находится в первой лиге ФНЛ. Условия отличные. Поэтому все есть для того, чтобы расти и двигаться дальше. Тем более сейчас команда находится точно на самом месте, как я считаю. И сейчас, думаю, в ближайших играх будем стараться подниматься выше и выше. Новичок черно-белых вызывался в молодежную сборную России и сумел отличиться на Кубке Содружества. Команду возглавил Вадимир Маминов. Пригласил в команду. Мы с ним знакомы еще по работе в дубле «Локомотива». В Химках мы с ним работали. Поэтому сразу согласился, даже не раздумал. Знаю этого специалиста очень хорошо. Также Тюмень объявила о подписании соглашения с центральным защитником Александром Головней. А Баронцу всего 18, но он выделяется высоким ростом – за 190 сантиметров. Конечно, это шаг вперед для меня из ПФЛ, ФНЛ. Надеюсь, у меня все получится. Буду прибавлять, работать. Футбол начал заниматься, еще шести не было. Понимал, что мама меня отвела на хоккей. Там тренировались старшие ребята. Но они так сильно били по борту, что я так немного испугался. Вот, и на следующий день повела меня на футбол. И все, так получилось. Душа легла так, как у всех. В продолжение темы. В Москве состоялась жеребьевка одной шестнадцатой финала Кубка России по футболу. Борьбу за трофей продолжает ФК Тюмень. Очередным соперником Сибирьков станет Тосна из Ленинградской области, в прошлом сезоне вышедший в премьер-лигу. В прошлом сезоне черно-белые уступили этому клубу дома 1-2. А на выезде могли взять реванш. Но упустили победу 2-2. Соперник черно-белых – серьезный кубковый боец. Тосна в своей истории дважды доходила до четверть финала, останавливая на своем пути московский «Спартак» и «Динамо». Матчи 1-16 состоятся 20 и 21 сентября. А дать ей времени тюменского матча станет известно в ближайшее время. 2 и 3 сентября МФК Тюмень проведет первые матчи сезона в чемпионате российской суперлиги. На выезде команда Игоря Путилова сыграет с Ухтой. Судя по настроению, царившему на официальной фотосессии, тюменцы находятся в приподнятом расположении духа. Но на самом деле их расслабленность кажущаяся. Я думаю, нам вообще без разницы с кем начинать. Нам надо выигрывать любую команду, чтобы перед плов оказаться как можно выше в турнирной таблице. И все, в принципе, не выбираем с кем нам играть. В преддверии сезона была проведена и традиционная пресс-конференция, на которой было озвучено. Целью Тюмени осталась прежней – медали. Правда, выполняется она реже, чем хотелось бы. Но все предпосылки, что дело в этом сезоне получится сдвинуть с мертвой точки, имеются. Думаю, что болельщики в этом году увидят наконец-то искрометный футбол. Тот характер, который присущ был в нашей команде. Надо возвращать характер команде, потому что в последние годы, честно говоря, он немножко был утерян. Потому что много игр. Раньше мы вытаскивали именно на характере, на Тюменском. Как раз в последние 2-3 года не хватало его. Поэтому сейчас все перемены и произошли. Из последних новостей можно отметить появление в команде опытного Артура Цибы. За вратарскую линию теперь опасаться точно не стоит. Особенно если учесть, что зимой после дисквалификации вернется Сергей Логинов. Живая конкуренция, которая есть, и Циба, он даст эту конкуренцию. Она никому не мешала. И то, чтобы ребята себя комфортно не чувствовали. Тот же Аксентьевич и Саша Александров. Саша молодец, хорошо отыграл турнир. Но ему надо это же доказывать еще. На этом же нельзя остановиться. В первых домашних матчах сезона Тюмень 8 и 9 сентября сыграет с новой генерацией. На сегодня у меня все. Еще больше свежих новостей спорта о главных спортивных событиях региона вы всегда сможете найти на нашем сайте asenta.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин